Девушки отдыхают У Казани и Уфы давние счеты. Жейби и судьбы распорядился так, что в этом сезоне одной из хоккейных столиц суждено проиграть на самой ранней стадии. Кому? Казани и Уфы давние счеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но кто сильнее на льду? Кого не будет в следующей стадии? Морозова и Зарипова или лучшего бомбардира лиги Александра Радулова? Вот вы видите, как свою 101-ю шайбу в континентальной хоккейной лиге праздновал Александр Радулов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У каждой команды свои особенности. Каждая неповторима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть в континентальной хоккейной лиге команда, которая преображается в плей-офф. Она может достаточно незрачно провести регулярку, но в играх на вылет возьмет свое. Это специалист по плей-офф Акбарс. Чтобы узнать, чего ждать от этой команды в этом сезоне, мы прилетели в Казань. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно ли с чем-то сравнить Акбарс? Словно грациозный редкий зверь, белый барс всегда занимал особое место в российском спорте. Он и ощущает себя таким, исключительным, единственным. База Акбарса, безусловно, лучшая в стране. О такой базе мечтает любая спортивная команда. Самая закрытая и самая охраняемая, будто здесь располагается военный гарнизон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но здесь располагается кое-что более важное. Гордость и лицо республики. Двукратный чемпион континентальной хоккейной лиги готовится к играм в роскошных условиях. Во многом благодаря своему генеральному спонсору. Эмблема промышленного гиганта Татнефти уже стала частью символики Акбарса. Акбарс привык быть примером для других. Команда, которая показала, что нет ничего невозможного. Под ее эмблемой прошли два первых сезона в КХЛ. Лидеры Акбарса – символы КХЛ и сборной России. Денис Зарипов, Алексей Морозов. В их тени оставались многие, в каком-то смысле даже он, капитан сборной России Илья Никулин. Человек, который мог едва ли не в одиночку втащить команду в следующую стадию плей-оу. 2009 год. Первый в истории розыгрыш Кубка Гагарина. Акбарс «Авангард», решающий пятый матч серии. Акбарс проигрывает 1-2. 15 секунд до сирены, когда надежды почти не осталось. Илья Никулин забивает главную шайбу сезона. Илья Никулин, которого так не хватало казанскому Акбарсу. В первом раунде плей-оу, это может быть сказывалось не так, но так не хватало на старте серии с «Авангардом». Именно он становится героем для Казани. Безусловно, конечно, такое, наверное, раз-два в жизни бывает, когда команда вытаскивает серию за 15 секунд до конца. В общем-то, у нас стоял вопрос, либо мы идем в отпуск, либо мы и дальше играем. Боремся за медали Кубка Гагарина. Вот, ну, наверное, так случилось, наверное, где-то было уже предначертано. В овертайме барсы добывают победу и идут к первому Кубку Гагарина. В Казани не сомневаются, что эти два трофея должен был выиграть именно клуб из Татарстана. А кто, если не он? Никулин причастен к каждой из этих побед. Что было бы без него? Акбарса и Илья неразлучная с 2005 года. Можно вопрос, наверное, какая-то судьба, наверное, существует. Когда пришел Акбарс, наверное, такой взлет карьеры пошел. С первого же года мы выиграли чемпионат России, второй год, там, второе место заняли. И, в общем-то, пошло. Собрался хороший коллектив, который мог выиграть любые соревнования, любую игру, вытащить любую серию, любой матч. Редко бывает, что кто-то задерживается в одной команде больше, чем на несколько сезонов. Восемь лет Никулин в Акбарсе. Восемь головокружительных лет, о которых мечтает любой хоккеист. Здесь Илья стал одним из лучших защитников в мире. В Акбарсе путь до хоккейного счастья короче, чем где бы то ни было. Взгляните сами. Акбарс дважды чемпион России в 98 и 2006 годах. Дважды подряд обладатель Кубка Гагарина в 2009 и 2010. Трижды серебряный призер. Обладатель Кубка Европейских чемпионов и Континентального Кубка. Победы, кубки, медали. Но даже эти воспоминания уходят на второй план, когда в твоей семье пополнение. Илья Никулин стал папой во второй раз. Это произошло накануне плей-офф. Теперь ему предстоит воспитывать не только мальчика, но и девочку. Кстати, у сына крестный отец Александр Овечкин. Чей крестницей будет дочь. Казань теперь родина для его детей. Город, в котором сошлось все. Где получилась идеальная версия Ильи Никулина. Ну, сейчас я только первый день вышел на лед. Там практически пять дней не стоял. Наверное, еще в полной мере не ощутил, что в хоккейном плане изменилось. Но, наверное, многое там поменяется в моем, может быть, мировоззрении. Но очень много получил положительных эмоций. Я думаю, в дальнейшем буду получать. Я очень ждал это. Противостояние лидеров, противостояние двух тренерских штабов. До этого сезона с успехами Акбарса ассоциировалась фигура Зинтулы Беллидинова. Тренер с татарскими корнями привел команду к самым большим победам в ее истории. Владимир Крикунов в Казани тоже не чужой. Он вернулся 10 лет спустя. Искушенный профессор Крикунов и амбициозный новый главный тренер Салавата Венер Сафин. В первом уверена Казань. Во второго верят в Уфе. И каждый из них не сомневается в своей команде и своих болельщиках. Нет, болельщики у нас хорошие. Хорошие. У нас вот здесь два сектора фанатских. Они всю игру, в общем-то, поддерживают. Даже, ну, и в прогрессных матчах, в общем-то, так, скажем, ну, не освистывают. Так что я вот, по мне, я думаю, и команда, и я ощущаю, что все-таки зрители нас любят, и они нас поддерживают. Ну, вообще, Акбарс, я думаю, что силен всегда был своим коллективом. Да, дружная команда, команда, которая умеет их, как бы, собраться в нужный момент. У нас несколько таких моментов было по ходу чемпионата, когда нам надо было выиграть. И вот тогда появляется вот этот характер, да, тот, за счет которого, я думаю, они были дважды чемпионами. То, что, да, вот мы чемпионы на данный момент, и, в общем-то, и все и требуют, что нужно повторить и оставить кубок Гагарина в Уфе. И я понимаю, что и ребята все этой идеей прониклись, как говорится, и мы тренинг-состав. Мы будем все делать, чтобы выиграть кубок Гагарина, но спорт есть спорт. Как говорится, наперед ничего не скажешь. Правда? Просто так не отдадите? Ну, не, не отдадите. История противостояния этих клубов говорит нам о том, что эта серия не может закончиться в сухую. Пять раз встречались в плей-офф Уфа и Казань. 95-й год. Розыгрыш межнациональной хоккейной лиги. Салават Юлаев победил Этиль в двух матчах. Через 11 лет, в 2006-м, Акбарс вернул долг, выиграв три матча из трех. 2008-й год. Казань и Уфа впервые встретились в ранге супер-клубов. Полуфинал. Салават победил в трех встречах из четырех и стал чемпионом. 2010-й год. Также полуфинал. Акбарс выигрывает по результатам шести матчей и берет кубок Гагарина. 2011-й. Реванш Юлаевцев. И главный трофей меняет прописку на Уфу. Эти два города могут вам показаться похожими, но Уфа и Казань очень разные. Даже Чак-Чак здесь разные. В хоккейном плане это два мира. Виталий Прошкин играл в обеих столицах. Он любит Казань, любит Уфу. Но если треугольники он предпочитает татарские, то башкирских болельщиков ни на что не применяет. В стадионе, конечно, я привык к болельщикам, которые болеют за нас и переживают. И всегда поддерживают. После матча люди могут очень долго стоять возле выхода и ждать, когда мы распишемся, сфотографируемся. Но в Казани, мне кажется, нет такого. Тут при 30 градусах мороза даже люди стояли, ждали нас. При этом вся страна знает, как в Казани отмечают большие победы. Первые матчи серии позади. Кто ожидал, что Акбар с дома начнет с поражения 0-3? Героем встречи стал Виталий Прошкин, забросивший две шайбы. Во второй игре он отличился снова. В этом споре двух столиц он оказался лучшим бомбардиром. Но Акбар сравнял счет в серии. 2-2 в основное время и победа в овертайме. Что будет дальше? А ведь это, позвольте напомнить, только 1-8 финала. Кому победа нужна больше? Уфе или Казань? Просто и тем, и другим есть, что доказать своим болельщикам в этом сезоне. Казань дважды отмечала главный хоккейный праздник. Уфа однажды. Столкнулись две лучшие команды в истории КХЛ. Трагедия? Или это лишь означает, что теперь, чтобы победить в Кубке Гагарина, нужно выиграть 4 финальных серии. И 1-8 ничем не отличается от других стадий плей-оффа. Это встреча двух столиц. Это непримиримое соперничество на льду, на трибунах, на скамейке. И там, где хоккей больше, чем спорт. А Кубок Гагарина больше, чем просто трофей. 1-1, 1-1, 2-2, атака. Гол! Акбарс не стал затягивать. И Нико Капани в самом начале овертайма ставит жирнющую точку. Счет серии становится 1-1. В восторге. В экстенде даже, я бы сказал, болельщики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова